Кейптаунский карнавал – одно из самых ярких событий Южноафриканской Республики. Ежегодно в Кейптаун с самого утра съезжаются тысячи нарядных артистов. Здесь они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и показывают централизованные представления. Я в образе королевы цветка Финбоса, так что это лучше, чем обычный Финбос. Я чувствую, что мне очень подходит эта идея, потому что каждая девушка – это цветок, а я тоже девушка. Перед выступлением участники карнавала обязательно репетируют свои номера. Каждая группа мини-стрелли имеет свой цвет одежды и свое танцевальное шоу. Организаторы карнавала решили сделать из нас стайку рыб, которые двигаются в унисон. Да, потому что мы можем плавно передвигаться и скользить на роликах. Этот фестиваль зародился еще в середине 19 века во времена рабства. Его устраивали в день, который по местным законам был единственным выходным у рабов, которые проводили в этот день карнавал цветных. После отмены рабства фестиваль остался и превратился в одну из главных достопримечательностей Кейптауна. В Западном Кейпе население состоит из белых, малайцев, индийцев и выходцев из других африканских стран. Но наша идея заключается в том, чтобы независимо от того, откуда вы родом, каков ваш возраст, социально-экономический статус или раса, мы были бы открытым домом для всех. В этом году мы поняли, что люди настроены на что-то легкое, но в то же время очень южно-африканское. Во время фестиваля улицы Кейптауна наполнены буйством красок, музыки и танцев. Это парад с тщательно продуманными костюмами, яркими платформами и заразительной карнавальной атмосферой. Восхитительное зрелище как для местных жителей, так и для приезжих. Приезжайте в Кейптаун прямо сейчас! Летите! Где бы вы ни были, приезжайте в Южную Африку! Анастасия Суркова, Наши новости. Анастасия Суркова, Наши новости.